В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня на литургии мы слышали Евангелие, слова евангельские. Малое зерно горчичное, но попав в землю, дает большое дерево, в котором прячется много птиц. В другом месте Евангелие точно так же про зерно горчичное мы слышим, что если бы имели веру в зерно горчичное, которое очень маленькое, и сказали бы, горея сей, пойди туда и верглись в море, она пошла бы и верглась в море. То есть Господь нам сегодня говорит о вере. О вере. Мы считаем себя верующими. Считаем. Но я еще раз напомню, что верить это не значит, что Бог есть. Бесы лучше нас с вами знают, что Он есть. Верить это довериться Богу. Довериться. А как можно довериться? Тогда, когда у нас есть смирение. Когда у нас есть любовь. Потому что кому мы доверяемся? Кого любим? Если у нас нет любви, мы не доверяемся никому. И мы это хорошо знаем, особенно в примерах семейной жизни. У меня свое мнение. Я так считаю. И доверяться не собираюсь никому. Не буду конкретного указа. Мужья, жены, дети, не буду. Сами зайти. Отчего так? А потому что самолюбие. А потому что гордыня. И сразу начинать плохие отношения в семье. Ссоры, споры, конфликты, разводы и все остальное. Точно так же с Богом. Да, никто же не говорит, что я знаю, что у меня муж есть. Я верю, что у меня муж есть. Но не слушаюсь. А я лучше знаю, чем он. Чуть ни в чем не делал. Это что? Это не есть доверие. Или там дети. А я знаю. Я верю, что я папа с мамой есть. Но слушаться не собираюсь. Хочу делать по-своему. Так и мы перед Богом знаем, что он есть. Но смиряться не собираемся. А это не есть вера. А вот там Господь указывает именно на эту веру. И поэтому отсутствие веры, или малая вера, слабая вера, то есть доверие, малая, слабая, или вообще недоверие, порождает что? Уныние, отчаяние, 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 депрессию. Порождает арт в душе. Порождает рассеянная светливость. Порождает раздражительность. И еще много-много-много чего. А вот если бы имели бы веру, у нас и в семьях было бы хорошо, и с Богом все было бы очень хорошо. И, конечно, будет Царство Небесное. Но, однако, это Евангелие мы слышим перед Рождеством Христовым. Господь нам принес сугубую веру. И поэтому не только там Рождество, а своим Рождеством Бог нам дал возможность верить. Не то, что веру дал. Бог насильно ничего не дает. А дал нам возможность верить. И напомню, что это возможность опять воплощается в своих таинствах. Выспить, причастие во всем остальном. Что мы очень часто тоже не всегда спешим делать. Так вот, родившийся Господь, Господь, который придет, Он нам дал. Он дает нам. И с Его помощью мы можем обрести ту веру, о которой говорится в Евангелии. Аминь. Аминь.